Гостей приветствует экипаж, желающих совершить экскурсию по судну, несмотря на дождливую погоду, несколько сотен. Жители города, герои, туристы стараются запечатлеть каждую деталь, каждый фрагмент одного из самых быстрых учебных парусников в мире. А настроение на палубе создает военно-морской оркестр. С этого года практику на учебном паруснике Херсонес будут проходить курсанты Севастопольского филиала Государственного морского университета имени Ушакова, Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, студенты Севастопольского государственного университета. На борту судна может находиться до 110 курсантов. Ожидается, что в июне следующего года на летнюю практику на паруснике в море выйдут воспитанники Севастопольской детской морской флотилии. А пока они смогли попробовать себя в качестве волонтёров. Они будущие моряки, они будущие капитаны. А капитаны будущие начинают с парты, то есть со шлюпки. Шлюпка – это парта для моряка, а постарше – это парусник. Без основ управления парусами, управления судном под парусами, никакой дальнейший рост для моряков невозможен. Парусное учебное судно «Керсонес» было построено в 1989 году на Гданьской судоверфи в Польше. Сначала оно носило название «Александр Грин», затем в честь тысячелетия Крещения Руси его переименовали в «Керсонес». Этот трёхмачтовый фрегат входит в серию шести однотипных судов «Систершипс» и является одним из самых быстрых учебных парусников в мире. С 2006 года судно находилось на вынужденной стоянке в порту Керчь. Из-за отсутствия финансирования его техническое состояние пришло в негодность. После присоединения Крыма к России новым владельцем стало федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт». А осенью 2015-го «Керсонес» перебазировали в севастопольский филиал центра судоремонта «Звёздочка». Капитальный ремонт, на который было потрачено более 150 миллионов рублей, завершили летом этого года. Судно было в плачевном состоянии, пригнано сюда из Керчи и было передано в оперативное управление «Росморпорта» севастопольского филиала. И здесь, в принципе, за лето мы его восстановили. Можно сказать, 15 июня начали глобальный ремонт во всем частям, замена палубы, рей, тросов, всех верёвок. Мы благодарим руководство федерального государственного предприятия «Росморпорт» за возможность севастопольцам открыть для себя парусное учебное судно «Керсонес». Этот парусник был восстановлен благодаря усилиям «Росморпорта». Действительно, были приложены большие усилия по восстановлению после почти десятилетнего забвения этого судна. И вот сейчас все горожане могут увидеть то, как этот парусник преобразился. Чуть более месяца назад «Керсонес» вернулся из своего первого большого плавания за последние 10 лет. Экипаж судна в количестве 46 человек принял участие в международной регате больших учебных парусников. Всего в гонке соревновались 13 судов из 7 стран мира. «Керсонес» проследовал по маршруту Севастополь, порт Сочи, порт Новороссийск и вернулся обратно. Для нас было тяжело в том плане, что экипаж совершенно новый, из них на паруснике работало только человека 4, отключая меня. Соответственно, весь экипаж и практически все матросы поднимались, так же, как и курсанты. Первый раз поднимались наверх, первый раз паруса ставили. Мы на старте поставили первый раз паруса в Новороссийске. Особенно, что приятно, в ней участвовал парусник «Керсонес», принял участие после такой большой стоянки. Да, после ремонта. Для всех это было таким сюрпризом. Все очень обрадовались и узнали, что все-таки судно примет участие. К 320-й годовщине со дня основания военно-морского флота приурочили не только акцию «День открытого трапа», а и закрытие парусного сезона 2016. Отметили его севастопольские ехтсмены парадом парусников. Для любителей искусства организаторы праздника приготовили сюрприз. Севастопольский художник Олег Танцюра открыл выставку под парусами Херсонеса. Название экспозиции говорит само за себя. Писал картины автор на борту судна во время международной регаты больших парусников. Представлено порядка 20 картин на морскую тематику. Написал их мастер кисти за три недели. Картины написаны на парусах, на старых парусах Херсонеса, под которыми он прошел мыс-гору. Это делает еще элемент раритета этим картинам. Я был приписан к бизайн-мачте, стоял на верхних марсах. Для любителей веселых конкурсов и рекордов творческое объединение «Медьки» представило самую большую тельняшку в мире, привезенную из Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга. Примерить ее могли одновременно 16 человек. Руки одеваем попарно. Здесь у нас есть свободное место. Свободное место, товарищи. Свободная коса. В федеральном предприятии Росморпорт приняли решение. Парусник Херсонес будет базироваться в Севастополе на 143-м печале территории Севморпорта. Кроме того, жители и гости города в скором времени смогут регулярно посещать судно. Правительство Севастополя уже согласовало этот вопрос с судовладельцем. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.